Очень два странных вопроса от одного человека, от 3 дней, и вы ебались. Всем привет, с вами снова я, Лена Невантова, или же Лена Нескар, и вы находитесь на моем канале. Сегодня я, наконец-таки, снимаю следующую часть вопрос-ответа. Помните, несколько месяцев назад я выкладывала видео, где я была в таком тропическом флажке, там... А, нет, я была в футболке, и всё такое было летнее. И я хотела ещё сделать вторую часть. И, как раз-таки, сегодня тот день, когда я снимаю вторую часть. Спустя месяца полтора мы уже сменили несколько стран, сделали кучу перелётов, посетили разные страны, и только сейчас я снимаю видео. Но у меня остались, конечно же, вопросы, на которые я не ответила в прошлый раз, и сегодня я буду на них отвечать. Первый вопрос. Как ты решила у себя твою карьеру? И что касаемо карьеры именно блогера и съёмки видео в 2013 году, моя тогда подруга рассказала мне, что есть какой-то YouTube, что там есть какая-то Катя Клеев, и что там вообще снимают видео, что там обзоры на Майнкрафт, всё такое. И я просто начала. Там обзор на сумку, обзор на Майнкрафт, ну, в общем, как-то так я и начинала. Мне что-то это понравилось, и... ну, не весь процесс мне нравился, мне нравилось больше снимать. С точки зрения монтажа и техничества у меня плохо получалось. Лена, а это вы где? Просто в инсте видео, где вы на пляже, где пальмы. Это Гоа, Индия. Вы уже все влоги могли посмотреть на моём канале, все видео с того райского и не райского одновременного толка. Правда, что учитель вы парень, да? Это действительно так. Мы начали встречаться, когда я училась в 11 классе, и встречаемся до сих пор, уже 27 марта у нас будет бред отношениям, поэтому приходите на мой стрим на моём YouTube-канале. В 7 часов вечера по московскому времени мы с вами прикольно проведём время, а потом в после вечера по Москве будет премьера видео Голая Правда, то есть по стримам, а потом с вами пойдём смотреть видосик, поэтому обязательно приходите. Сколько тебе лет? Тут даже два таких вопроса от разных людей. Очень часто задаваю вам вопрос в комментариях, и мне 18 лет, и 20 апреля 2023 года мне будет 19 лет. Я, кстати, приглашаю тебя на мой день рождения, который будет 20 апреля. Скоро я расскажу всю информацию, это будет в виде стрима, в виде прямого эфира, на котором мы с вами будем вместе петь и танцевать под мои песни, и будет много всего интересного, поэтому жди анонс и приходи. Следующий вопрос от Владимира Долгополова. Когда будет метал? Метал, наверное, всё-таки не будет, максимум, что это поп-рок. Например, в честь моего дня рождения будет песня поп-рок, тоже стиль такой, ну, попса плюс рок. Называется будет «Нешкольница». Как вам получается быть постоянно на позитиве? Мне кажется, это тоже вопрос времени, потому что я вот с рождения такой человек очень пессимистичный, мне постоянно казалось, что всё плохо и так далее. Но в какой-то момент я поняла, что жизнь, она очень хрупкая, сегодня это не есть, у нас у тебя нету, и вообще сколько всего прекрасного есть в нашем мире. Поэтому я вот и начала менять своё мышление. Просто я вот в виде фонарик, что я смотрю на то, как я снимаю видео, и то я не уверена, что они не думают, что я сумасшедшая и просто не разговариваю с бетонной сциной. Вот, начала я, не знаю, тоже там, ну, как-то мышление менять, сказать, что это хорошее. Поэтому реально мне очень сложно удалось, но спустя время я просто начинаю наслаждаться от того, что есть, особенно, когда какие-то твои желания, они становятся реальностью, ты не можешь кайфовать. Поэтому, наверное, это просто понять ценность жизни и понять ценность момента. Очень два странных вопроса от одного человека. Ты гей и выебались с Вовой. Ты гей, выебались с Вовой. Ну, я не гей, выебались с Вовой. Возможно, пожалуйста, только нормальными словами это говорить. Об этом я рассказала в прошлом вопросе вбейте, поэтому вы с ними не смотрели, то ссылку я оставлю внизу в описании. Внимание, вопрос. Вы уехали из России, чтобы Вову не призвали. Нет, это не так, это неправда. Мы еще до того, как началась 21 сентября 2022 года, мы еще сначала наших отношений, то есть год назад спланировали, что мы поедем жить за границу или путешествовать, жить там по месяцу, по два в разных странах. Но пока что это не особо получается. Ну, то есть не скажу, что это получается на все 100%, но уже сдвиги в этом есть. Спасибо, Вова, что ты молод. Вот. То есть мы еще давно решили, что мы хотим этого. И когда мне исполнилось 18 лет, ближе к 18 годам, я поняла, что я смогу уже ездить одна без родителей, мне не нужны никакие доверенности, еще что-то, что было раньше. Я просто смогу ездить. И очень хотелось побывать за границей спустя долгое время, пожить, посмотреть на разницу менталитетов, посмотреть на то, как живут другие люди, увидеть, как живут по-другому, какая разная у нас жизнь. И, ну, убедиться в том, что действительно в каждой стране какая-то своя жизнь, и, может быть, найти что-то для себя более подходящее. Вот. Я думаю, что постепенно и постепенно мы будем все больше и больше реализовывать эту цель, эту нашу задачу, и у нас все будет хорошо получаться. Так как у нас осталось еще немного времени, мы с вами можем посмотреть на комментарии, почитать вместе комменты. Я открыла комментарии, на YouTube будем смотреть, так как там больше всего. Спросили, когда выйдет песня «Караш Мечты», она выйдет 31 марта, совсем уже скоро. То есть у нас будет, наверное, такая интересная неделя с точки зрения того, что там у нас особый годовщина, мы будем все это показывать. И то, что также 31-го там выйдет песня, это все как бы все к одному приурочено. У меня, кстати, очень много каких-то негативных комментариев, там, типа, научись танцевать. Ну, и также много хороших, там, например, люди пишут, что круто получается. Есть даже комментарии на близком. Это вообще самое интересное. Тут просто пришел мужчина и встал вот тут вот и начал доядиться на лодке. И при этом с мной. У меня, кстати, были интересные вопросы в Телеграме. Были ли у Вовы девушки до меня? На самом деле, именно как отношения такие серьезные, когда, ну, как у нас сейчас, что мы живем вместе, что у нас какой-то общий быт и так далее. У него не было таких девушек, но у него была одна девушка, ну, с которой более-менее такое, что они прямо вот в отношениях. Но он мне рассказывал, что они оба понимали, что это, ну, просто временно. И это очень странно, на самом деле, отношения. И я даже знаю, как ее зовут. Ее звали Валерия. И она жила на ботанике, он ездит к ней. И у этого Валерии был паучок. Такой большой. Откуда вы берете деньги на полеты? На самом деле, я не знаю. Но я ответила, как в Телеграме, притягиваю с помощью политических палочек и свечек на деньги. Но я, честно говоря, не знаю, куда я буду знать, откуда у меня конкретно появляются деньги, что там. Я заработала миллион на этом, миллион на том. Я вам буду обязательно рассказывать. А так я от вас, в принципе, ничего не скрываю. Вот. Поэтому, ну, не знаю. То есть я научилась жить созданием того, что даже если деньги заканчиваются, то ты не останешься на улице, не останешься бомжом. Вот всё. Это всё дело в мышлении. Теперь давайте ещё посмотрим комменты на ютубе. Ну, на самом деле, много всяких разных, я не всегда отвечаю. Ты что, с ума сошла? Нет. Так, ладно, давайте просто ходить рандомный комментарий, я подальше отлиснула. Криш, цель, как уехал, полный сдался. Было и вообще уютненько. Ты красивая. Спасибо. Fantastic presentation, you are the star. Thank you. Сколько лет мужику и тебе? Мне 18, скоро 19. Мужику, Владимиру, к большому кабану. Моему ему 29. Ему скоро в этом году уже 30-ка будет. Понятно, зачем вы занимаетесь с учителем маленько. Как так можно одни и те же поколения? Никак не можете смириться с природным трендом, если не делать этого. Что? May squeeze the quiz you see. И мне можно перевести, но что я здесь сделаю? Это вообще новохом. Новохом на французском, что ли? Когда сходка в Москве? Я не знаю. Будет ли она вообще, в принципе, в Москве? Пишите в комментариях, из каких городов вы. Давайте я сейчас сделаю вопрос, опрос, опрос на ютюбе, в сообществах. У меня там выходят всякие разные контентики. Сделаю опросик и посмотрим, из каких вы городов, в каком городе сделать фотку. Давайте, погнали. Ну, в общем-то, на этом всё. Пишите ваши идеи в комментариях, чтобы вы хотели, чтобы я сняла ещё. Может быть, мы ещё что-то поотвечали на комментарии или что-то такое. На самом деле, жёсткие комментарии были как раз полтора месяца назад, на которые было интересно отвечать. А сейчас... Ну, всё не так. Лайтовенько. Это было всё моё видео. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами была я, Лена. Не попривайся, Лена, не старт. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok